Всем привет! Сегодня обзор дома буду показывать я. Мы находимся сейчас в хуторе под названием Украинка. Улочка здесь идет с названием Тихая, что название очень даже соответствует. Хутор небольшой. Здесь идет сеть хуторов. Три хутора друг за другом. Есть школа, есть детский сад. В школу возят автобус. Будем мы показывать домик. Сейчас вот дорога перерыта. Дорога вот асфальт, как вы видите, перерыта из-за того, что проводят водопровод. Будет центральный водопровод. На данный момент вода поступает с фермерской скважины. Водопровод везде у людей в домах есть. Вот перед домом растет вот такая вот красота, вкуснота. Такие вот сливы хорошие крупные. Вот это вот все уберется, потом будет здесь чисто и красиво. Здесь была акация. Спилили, потому что мешала очень сильно. Тут она при входе прямо так на территории. Вот то, что вот это, видите, вот эти дрова. Они уже скоро уберутся. Человек должен приехать забрать. Просто дорога перерыта, не подъехать к дому. Вот сам домик. Дом саманный. отбит ДВП или ДСП. Что-то такое непонятное. Дом, кстати, газифицированный. Окошечки деревянные. Так, сейчас вернемся сюда. Вот газовая труба. Вот она. Счетчик. Вот счетчик стоит газовый и газовые распределения. Так, фундамент. Домик, конечно, старенький, но фундамент довольно-таки еще крепенький. Он еще послужит тут вам. За домом растет посадки малины. В этом году была очень аномальная жара, поэтому очень много чего подсохло. вид такой неказистый, поэтому не судите срока. У нас тоже такое же. Это подпертый не дом. Это подпирают ставни. Было такое видео, что уже кричали, что дом подперли досками, бревнами. Домик небольшой, низенький. 38 квадратных метров. Здесь растет сирень. Дерево вишни. Большой виноградник. Молодое дерево персика. Возле дома. Вот из дома идет вода. Вода бесплатная. Идет она на полив. Вот такое большое, огромное дерево грецкого ореха. Орехов, кстати, очень много. Так же, как и винограда очень много. Он еще только начал позревать. У нас в этом году, кстати, мало винограда. А тут его прямо ну очень много. Прямо вот весь вот он обсыпан, облеплен. Вот такая вот красота прямо. Вот тут хозяйка собралась еще досаживать клубнику. Так что будет еще клубника там посажена в огороде. Огород очень большой. 45 соток земли. Но это вместе с домом общая площадь. Но земли тут предостаточно. Здесь вот я бы поставила беседку, либо бы продлила виноградник, чтобы закрывала, затеняла. И тут можно в жаркое время отдыхать. Там уже территория соседей, кстати. На территории имеется вот такая кухонька старенькая. Кухня, конечно, она требует ремонта. Либо ее можно использовать под какие-то хозяйские нужные. Вот она из блоков. Нужно стены штукатурить, замазывать все. Но выход газа есть здесь. Газовую плиту можно поставить. Все требует рук и вложений. Вот так же еще одно помещение. Тут под инструмент, под все можно что-то хранить. Тоже вот стены надо дырки подмазать. Погреб очень хороший. На погребе крыша. Железная черепица какая-то металлическая. Еще старенькая. Вот такая хорошая сухая погребица большая. Вот сама яма. Яма довольно-таки глубокая. Сухая, чистая. Там все хозяин вычистили. Темно, я уже туда не полезу, конечно. Но там все вычищено. Прямо отсюда видно, что пол весь чистый. Выскобленный. Погреб довольно глубокий, сухой. Хранить овощи есть где. Вот небольшие тут хоз построечки. Курочек или уточек. У хозяев здесь уточки в этом году. А у вас, может быть, будут и гусики. Потому что травы тут очень много. И вот держать птицу вообще раздолье. Кстати, огород идет с выходом в речку. То есть для уток и для гусей это вообще организовать все как следует. И целое раздолье тут будет. Вот загон такой вот. Вот такой загончик. Здесь вот деревья это жердель. Тоже вот видите, они подсохшие в этом году. Дождями очень все побило. Дожди плюс жара. У нас все точно так же. Но они уже отошли, оклемались деревья. На следующий год будем надеяться, что будет урожай. Так как жердели здесь очень много, то абрикосов будет очень много. Вот мы вышли в огород. Огород вот до тех деревьев. Вот это вот идет как лесополоса. Это тоже все ваше. И за ней идет еще часть огорода. Там также есть жердели, там есть посадки ореховые. Сейчас я вам покажу еще с той стороны. Вот сейчас мы пойдем с другой стороны посмотрим вторую часть огорода. Утики? Какие утики. А там еще вот сараюшечки для уточек. Вот такой вот хороший летний душ. Из металлопрофиля. Бочка. Сейчас уже сентябрь, а у нас до сих пор жарко. Поэтому летний душ, он тут долгое время актуальный. Вот эта зарощенная часть ее можно распахать. Можно что хотите, можно садом засадить. Это тоже все приходится к этой территории. Ну вот это мусор. Хозяева сложили. Это просто сжечь. Тут хворост сухой. Здесь вот тоже лишнее выпиливали. Но эти все уберутся. Потому что есть люди, у которых нет газа, есть печки. И они эти просто покупают. Можно отдать, можно продать на дрова. Вот до этих вот яблонь. Вот эта вот территория полностью вот вся вот ваша. Я бы здесь слегка спасла бы. И вот дальше вот там вот за теми деревьями, которые по центру, там начинается уже речка идет. Вот такая вот красивая речка недалеко от хутора. Она протекает и по хутору. Некоторые дома есть тут с выходом к реке. Речка Средняя Челбаска. Такая вот здесь красота. Тишина, благодать. Очень хорошая рыбалка. Поля. Очень хорошая рыбалка. Для тех, кто любит рыбалку, это самое большое удовольствие. Рядом речка. Вот на этой территории, кстати, можно поставить хороший сарай. И держать здесь либо корову, поросюшек. То есть для госпостроек тут вообще идеальное место. На хуторе многие здесь держат скотину. Вот там вот я яблоко стырила, жую. Яблоки это другого хозяина, соседа. Он их посадил специально для коров, чтобы коров кормить. Коровушек держит. Вот здесь вот тоже вижу дерево ореха большое. Там вот акации тоже можно их выпилить и также на дрова продать. Ну вот теперь пойдемте посмотрим домик. Так, здесь вот такая небольшая веранда или прихожая, или коридор, или колидор. Кому как больше нравится собачка старенькая. Так вот. Окна деревянные. Ну, как на всех верандах юга. Двери деревянные, крашеные. При желании можно их поменять. Теперь заходим дальше. Дальше идут цементированные. Стяжка пола, то есть сделана. Стоит газовый котел. Плита газовая. Ну, это холодильник. Так как домик небольшой, на потолке балки. Так, всем подавай удобство. Вот в доме есть удобство. Здесь единственное, что надо ставить перегородку. Вот. Душ. Унитаз. Раковина. Газовая плита. Вот окошечки. Вот толщина стен. Сами видите. Дом вообще очень теплый. При этом газ не форсунка. Стоит котел. Сейчас мы проходим в комнату. Полы деревянные. Полы в хорошем состоянии, просто в отличном. Только покрасить. Окошечки, как я сказала, деревянные. Стены оштукатуренные. Их можно либо под покраску, либо под обои. Сами уже решаете. Здесь сейчас мебель стоит, поэтому вот. Вот окошечко. Еще окошко вот там вот за холодильником. Кое-что из мебели, кстати, останется. Вот такая распашная дверь. Деревянная маленькая. Вторую комнату. Дом для небольшой семьи. Вот балки на потолке. Эта трещина идет по дереву. Это дерево рассыхается. Это так и должно быть. Поэтому не говорите, что с трещинами. Газовая труба по верху идет. Окошечки. Домик маленький, но очень уютный. Такая комнатка. И вот вторая комнатка. Так вот. Вот слышали? Плюс 30 градусов у нас. Вот еще раз вам все покажу. Цена дома будет написана под видео. Дом находится, повторяю, хутор Украенко, Краснодарский край. Кому интересно, можете посмотреть по карте. Как я уже сказала, хутор Украенко, это Краснодарский край, это Каневской район. До станицы Каневской ходит автобус здесь регулярно, три раза в сутки. Расстояние здесь недалеко. 15-20 минут езды находится Стародеревянковская. Где-то минут 35-40 езды до Ленинградской. То есть расположение такое довольно удобное. Особенно при наличии собственного транспорта. Вообще красота. Можно и попутешествовать, и посмотреть все близлежащие станицы. Здесь также есть прямо вот в этих хуторах. Как я уже сказала, здесь три хутора один за одним находятся все рядышком. Здесь находится фельдшерско-акушерский пункт, садик, школа. Рядом недалеко большое, очень большое фермерское хозяйство. То есть наличие работы здесь всегда есть. Также недалеко элеватор. Люди держат очень много скота. Земли здесь ЛПХ. Дом также подходит под материнский капитал. Так что приезжайте, смотрите, звоните, пишите. Все номера будут под видео. Ватсап, телеграм. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok